Добрый вечер всем любителям белорусского футбола. Сегодня 28 марта. Мы находимся на стадионе Городея в одноименном городском поселке, где совсем скоро начнется матч в рамках второго тура Беларусьбанк Высшая Лига 2020, в котором футбольный клуб Городея примет футбольный клуб Шахтер из Солигорска. Место в воротах занял номер один Игорь Довгяла. Сочивка в пределах правила теснил корпусом оппонента и добрался до мяча, но все же Городея перехватывает мяч. Милан Иксимович отдает на Архипова. Архипов сам не получается дотянуться другому Архипову. Сергей не дотянулся к данной передаче, если можно назвать этой передачей. Скорее всего, это был рикошет. Да, можем здесь отметить, что это был, скажем, первый подход к воротам. Когда к мячу не успел Сергей Архипов. Точнее, его опередил Александр Гутер в том эпизоде. Смотрим. Архипов отдает на брата удар. И где стоял, там словил. Или в штрафной, или на границе. И вот все вбегают. Отличный удар и блестящий сейф Игоря Довгяла. Если мы недавно не могли вспомнить с какого-то момента у ворот Игоря Довгяла. Сейчас увидим сюда. Удар. Мяч попадает в стенку. И свечкой опускается на сетку. Сорокин. Не получилось перехватить мяч. Поборолся. Но все же Кендыш обостряет. Подстрелова. Подстрелов отдает на Лулаку. Удар. Блокированным получается данный удар. Дарка Бодул. Есть возможность для удара. Первым движением Игорь Довгяла сохраняет мяч. И сейчас совсем не попытку создать что-то. Ну вот. Смотрим. Есть. Казалось бы, была возможность для удара. И что мы с вами видим? Да. Фулл. Фулл. Одиннадцатиметровый. На Диме подстрелов, конечно, Сергей. Усеня, если я не ошибаюсь, проиграл позицию. Да. Дмитрий. Смотрим повтор. Да. Усеня нарушал. Снисток. Разбег. Кендыш. Удар. Мимо ворот. Юрий Кендыш. Не получается у Юрия Кендыша переиграть Игоря Довгяла. Точнее. По-бежонски. Отнесся к исполнению. Счет на табло сохраняется. Смотрим мы повтор. Но уже Городея практически расставилась. Ответчик на Бодула. Бодул пропускает на Болановича. Есть возможность для дальнего удара. Довгяла первым движением фиксирует мяч в руках. Сказал бы, не сильно сложный для вратаря был удар. Да. Поэтому он контролировал мяч. Боланович. Долго его никто не встречал. И мог он не расставаться с мячом. Лулак. Удар. Мимо ворот. Опасно. Хороший король. Не исключено, может он в конце и травму получил где-то. Довгяла. Отлично действует Игорь. Но. Да, на грани. Но. А счет на табло мы с вами видим. Прекрасно. Тем более, если вспомнить, что Шахтер. Отличный момент. Да. Вот видите, как нашли. Не было положения вне игры. Нашли ошибку. Все-таки реализовали. О чем мы говорили. Низко. Низко посадили Городею. Фактически загнали в свою штрафную. Поэтому вероятность ошибки, она, конечно, возросла. И реализация в этом моменте мы увидели была исключительно. И грузинский легионер Георгий Диасамидзе открывает счет сегодняшнего первым номером. Вспомню, как перевернулась игра, когда Славия выигрывала 1-0 у Слуцка. Вот какая ошибка. Отличный момент. Вышедший на замену. Да. Сердский легионер Игороди вот сейчас. После того, как счет на табло поменялся, эти передачи можно как-то еще и оправдать. Это сохранение мяча. Но просто суть в чем? Суть в том, что и до взятия ворот такие же самые были передачи. То, о чем я говорил. Видите, быстрый разворот, взрыв и фактически голевой момент. Да. Единственное, что подвело, только завершение. Да, Георгий Диасамидзе снова мог. Рискнете предположить? Я могу, наверное, даже угадать с долей вероятности 90%, что это будет Архипов. Я не буду шутить в плане какой. Я понимаю, что это будет Сергей. Передача пятой. Да, и было красиво, но не совсем мяч дошел. Но все-таки он остается в ногах у Дмитрия Подстрелова. Навес. По движению, именно по движению. Предпочтительнее Шахтер выглядит. Очень путь выигрывает ее Сочевка. И теперь уже возможность для быстрой контратаки в Уссалигорской. Раскрылись, да. Свободные зоны. Бурко справа. Вообще один. Лулаков штрафной. Передача на Подстрелова. Два. Классическая, классическая контратака. То, что я и говорил, раскрываться. Но еще раз подтверждаю то, что я уже могу, наверное, сейчас убедительно сказать, что лучший игрок в составе Шахтера, это Дмитрий Подстрелов. Конечно, я своей симпатии как тренера молодежной сборной отдам ему. Но, я думаю, со мной многие не поспорят. С теми, что Сергей Валерьевич является тренером молодежной сборной Беларуси по футболу, с 2014 по 2019 он являлся главным тренером футбольного клуба «Городея». Ну, что, попытаемся...